О непростых годах Великой Отечественной сегодня вспоминали на гарнизонном кладбище. Здесь захоронено более 1800 известных и безымянных советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. По понятным причинам здесь немноголюдно, да ведь не в количестве дела, считают сотрудники предприятий, которые сегодня принесли цветы и низко поклонились тем, кто отстоял свободу и независимость. Мы все помним, 9 мая, конечно, все, кто пожелает, из наших работников придут в Брестскую крепость, чтобы почтить, возложить цветы к памятнику обелиску, павшим за нашу Родину. Памятный марафон объединил многих. Цветы легли сегодня и к памятнику защитника Брестской крепости Алексею Наганову. Церемония возложения здесь прошла также по-особенному. Без оркестра, масса зрителей. С венками собрались представители администрации Ленинского района города, депутатского корпуса, ветеранская организация и больницы скорой медицинской помощи. Я всегда вспоминаю разговор с дедушкой, который воевал. И праздник действительно со слезами на глазах, точнее не скажешь. Дедушка всегда говорил, мы не только должны это пафосно воспринимать, но и помнить о тех, кто отдал жизнь свою, кто защищал, и кто погиб. Люди, которые живут, мы им благодарны. Мы им желаем крепкого здоровья, дальше жить, побольше рассказать, потому что память о этом событии в великом горе для белорусского народа и в целом для всего мира, война, которая несла десятки миллионов жизней. Особенно важно помнить и чтить великий подвиг наших дедов и прадедов. Они ценой собственных жизней, своей кровью проложили нам путь, к свободе отстояли, наше право на жизнь. Конечно, нам с них стоит брать пример и в так же мужестве настолько постоять у нынешних условий. Особенный человек на митинге – дочь лейтенанта Алексея Наганова, Надежда Алексеевна. Своего папу она совсем не помнит, видела лишь на фотографиях и часто спрашивала о нем у мамы, которая стала вдовой в совсем юном возрасте. Был большой жизнелюб, очень любил детей. Он был веселым, отзывчивым, хотя, может быть, потому что это был старший из братьев в семье. Всегда как-то бы он всех расправлял, расставлял, что-то вот так вот делал. Умел играть на гитаре, балалайки играл. Я всегда думала, лучше бы был отец жив и сам присутствовал, и рассказал бы о войне, о защитниках, как защищали, как делали. Но, к сожалению, его нету. И спасибо большое, что помнят и приглашают меня. Сегодня брещане откладывают все дела в сторону, чтобы преклонить головы перед теми, кто воевал, кто погиб. В Ленинском районе Бреста проживают 124 ветерана. Всего четверо из них – участники боевых действий. Самому молодому – 90 лет. Красной нитью сегодня проходит мысль, чтобы смело смотреть в будущее и строить его, нужно беречь героев и память о тех, кто не вернулся.